Дорогие друзья, дорогие бурятские женщины, я сегодня не спала всю ночь, потому что очень переживала, что неосознанно, глупо и оскорбительно, обидно высказалось вас в эфире Терканала Домашнего. — Честное слово, я не вкладывала в эту фразу никакого смысла. Это, знаете, как слово «паразит», к сожалению, которое, может быть, даже в детстве засело в голове, некий такой сравнительный эпитет. — Знаете, как говорят, после спохмелья у меня лицо, как у китайского пчеловода. Китайцам наверняка тоже оскорбительно слышать такие фразы, но нам вообще нужно запретить пользоваться такими сравнительными фразами. И, к сожалению, они где-то в подсознании существуют, иногда вырываются, особенно когда ты импровизируешь, и у тебя нет времени подумать. Я никоим образом не хотела сказать, что красота бурятских женщин не существует, или что бурятские женщины некрасивы вообще ни разу, потому что я как раз наоборот очень ценю женщин абсолютно разной внешности, разного веса, возраста, разной национальности, всегда топила и выступала за то, что все мы разные. И это здорово, и это классно. Поэтому в глубине души я абсолютно не хотела никого оскорбить. И, мало того, мои слова немного передернули, потому что, когда я сказала, что я ненавидела свое лицо, потому что перестала быть похожей на себя, я не имела в виду, что я ненавидела свое лицо, потому что в зеркале увидела бурятскую женщину. Вот эту глупость, которую я ляпнула, она никоим образом не соответствует моим мыслям. Простите меня ради Бога, мне правда обидно. Спасибо вам, что вы... Обидно, что я так высказала. Спасибо вам, что вы дали мне понять, показали свою боль, свое возмущение, злость на меня, что вам обидно это было слышать. Впредь я буду всегда думать, прежде чем говорю. И отлавливать, уничтожать в своей голове некорректные фразы, высказывания, которые когда-то засели у меня былые годы. Я, к сожалению, в аэропорту, поэтому здесь не получается и интимных извинений, потому что кругом люди, и еще и говорит женщина. Но поверьте мне, искренне жаль, что я вас обидела. Дорогие бурятские девочки, вы очень красивые. Я всегда азиатскую монголоидную внешность считала особенной. Просто неправильно, некорректно высказалась. В косметологии щеки, перекачанные гиалуронкой, называют монголоидными. Это косметологический термин. И, к сожалению, я вот так глупо, нелепо и неправильно заменила его термином бурятские женщины. Простите меня, пожалуйста, дуру грешную. Готова понести наказание. Искренне раскаиваюсь. Не хотела вас обидеть. И спасибо за этот урок. За то, что я поняла, насколько большой смысл несут высказывания с телеэкранов, насколько корректным и думающим надо быть человеку, работающему на телевидении. Простите меня, пожалуйста, девочки. Спасибо. Спасибо.